Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня я хочу вместе с вами, моими дорогими зрителями, разобрать все эти подарки и мои покупки к Новому году. Почему так рано подарки? Потому что я все-таки педагог, и педагогов, как вы знаете, поздравляют немножко заранее. К тому же мои ученики в основном это ведущие, актеры, они очень часто под Новый год уезжают на гастроли, много работают, поэтому со мной уже к Новому году не успеют увидеться, поэтому некоторые поздравили меня заранее. Кое-что они привезли мне с гастролей по моей просьбе, чему я очень-очень рада. Я покажу все цвета близко, возможно, кому-то это поможет определиться с выбором. Первое, что я хотела бы вам показать, ароматический крем от Shiseido. Этот крем не просто имеет аромат, это Boost Firming Complex, то есть с комплексом, который подтягивает кожу, приводит ее в тонус, то есть для взрослой кожи. Я заказала мне его привезти, было очень приятно, что мне его в итоге подарили. Спасибо огромное! Я много слышала об этом креме, и сейчас я сразу же планирую его использовать. Здесь целых 75 мл. Довольно хороший, богатый состав. Если вы видели крем от Shiseido, они вот в таких лаконичных, кстати, пластиковых упаковках, не очень похожих на люкс, конечно, упаковках, но тем не менее они такие очень простые, лаконичные и очень нежные. Давайте будем открывать, пробовать, посмотрим, какая у него текстура и какой аромат. Мне очень интересно. Он такой розочкой, видите, отпечатался. Довольно приятная. У него такая густая, я бы сказала, перламутровая немного текстура. Я бы не сказала, что он уж какой-то сильно прям ароматический. Да, аромат, возможно, будет держаться дольше, чем обычного крема. Как вы видите, он действительно дает такой красивый отблеск на коже. Аромат немного духи какие-то напоминает. Такие свежие, очень похожи на аромат кинзо. Ну, возможно, у Shiseido есть такие ароматы. И я просто, может быть, не пробовала. У этого крема очень хороший, богатый такой масляный состав. Буду пробовать, обязательно вам расскажу в итоге, каким же образом он влияет на кожу зоны декольта и груди. Из этой же самой серии Advanced Body Creator. То есть, это тот крем, который подтягивает, но уже не зоны декольте, а уже такое, как антицеллюлитное свойство имеет. Я, конечно, не верю в антицеллюлитные свойства кремов. Именно, мне кажется, все-таки диета, спорт и правильный образ жизни, хороший сон делают свое дело гораздо лучше, чем кремы. Но что дают вот эти кремы? Они прекрасно подтягивают кожу. То есть, вот именно саму кожу они приводят в тонус. Ага, здесь 200 мл. Такая увесистая упаковочка. Тяжело открывается, он запечатан. О, смотрите, какая прелесть. Он розовый. У него, знаете, такой аромат апельсина с грейпфрутом, с лимоном. В общем, что-то вот такое йогуртово-цветочно-цитрусовое. Вот смотрите, какой масляный след остался от предыдущего крема. То есть, его, скорее всего, надо будет на ночь. А вот именно на зону шеи и декольте наносить, потому что он такой жирненький. Этот, давайте посмотрим. Какая интересная текстура, как суфлей. Повышает температуру или, наоборот, охлаждает? Не знаю. Будем пробовать. Вполне возможно, что уже сейчас, когда мы его попробуем с вами на руке, как-то я определюсь, что он в итоге дает. Ох, как он холодит! Приятно, мне нравится. Аромат, вот я сейчас так чувствую, похожий на грейпфрутовые, какие-то такие вот эфирные масла. Почитаю еще состав. Но состав довольно большой, богатый. Буду пробовать, обязательно вам расскажу, пока ощущения на руке довольно приятные. Это экстраординарная сыворотка B21 от Orlan. Она для лица, но также ее можно и под глаза. И это именно антивозрастная сыворотка. Я не хотела покупать, честно говоря, сразу в большом объеме, потому что она довольно дорогая, вы знаете, Orlan, да? Мне было просто интересно сравнить ее с тем, что у меня есть, ну и посмотреть на эффективность. 7,5 мл. Поскольку была такая возможность приобрести вот такую мини-версию, я ее приобрела с удовольствием. For White отбеливающая, увлажняющая сыворотка от Айзенберг. Хотела очень попробовать косметику Айзенберг, но вот как-то присматривалась к ней даже в Литуаль, и мне показалось дороговато. А тут была такая распродажа, поэтому для меня ее купили. По очень хорошим ценам в Дьюти Фри. 30 мл здесь. Этот бренд всегда славился своей очень лаконичной, пусть даже и пластиковой, но такой элегантной упаковкой, классической. Жемчужный цвет серебром. Во всех продуктах Айзенберг есть вот такие вот помпы, но, по крайней мере, из тех, которые видела я. Еще не буду ее начинать, обязательно с вами поделюсь, действительно ли она отбеливает и хорошо при этом увлажняет. Было бы любопытно. Как использовать каждый день, утром и вечером, на лицо, шею и бюст. Использовать до обычного крема. Обещает хороший цвет лица и хорошее увлажнение. Первый продукт от Айзенберг, который я буду использовать, обязательно потом поделюсь с вами своими ощущениями. И вот в такой упаковке, очень красивый, я заказала. Опять же, мне его подарили. Очень рада такому подарку. Это G1C. First step with lotion. All skin types. Для всех видов кожи. Вот такой лосьон. Он густоватый. То есть, он должен оказывать хороший тонизирующий именно такой эффект. Подтягивать кожу и подготавливать ее для нанесения крема. Такой красивой упаковочке. Крышку, к сожалению, я потеряла. Где-то она то ли в машине, где-то у нас выпала. Не знаю даже. И подарили мне такие вот тени от Clorans. Ombre Fondate. И, кстати говоря, они очень модного розового цвета. Давайте попробуем. О, смотрите, какая красота. Какой перламутр красивый. Ой, Clorans просто молодцы. Смотрите, какие они кремовые. Они неоднозначно розовые. Они чуть-чуть в фуксию. Если нанести тонким-тонким слоем, то получится вот такой вот вариант, как на пальчике. И если плотнее, то получится вот такой вариант, как на руке. Слышала, что они хорошо схватываются на веки и не стираются в течение дня. Интересно. Буду пробовать. Обязательно вам расскажу и покажу в макияже. Ну и привезли мне из Америки Makeup Evolutions вот такая вот палеточка. Это нюдовая палетка. Называется эта палетка Iconic Elements. Палетку Iconic One я показывала вам в своем отдельном видео. Показывала все-все-все цвета очень близко, сводч каждого оттенка. Сейчас вы видите перед собой ссылочку на это видео. Наверху под восклицательным знаком в правом верхнем углу вы сможете открыть эту ссылку. Вот так выглядят цвета. Давайте все их попробуем. Возможно, кому-то это поможет сделать правильный выбор. Ну, или уберечься от ненужной покупки. В принципе, такими спонжиками я не пользуюсь практически. Ну, может быть, только в уголочек внутренний нанести цвет. Сейчас в декабре света, как вы понимаете, довольно мало дневного. Поэтому будем с вами смотреть эти цвета в вечернем. Вынуждена, конечно, но что поделаешь. В этой палетке 12 оттенков. Давайте посмотрим каждый в отдельности. Это первый. Это первый. Это второй. Они похожи, но первый более песочный. И, как вы видите, первый более сатиновый. Второй чуть более перламутровый. Третий, как вы видите, очень такой праздничный, хайлайтерный. Здесь нет блесток, красивый перелив. Четвертый оттенок. Более такой песочный. И он уже ближе к матовому, такой полуматовый цвет. Пятый оттенок более темным цветом переносится на кожу при растирании. И вначале при наборе он вот такой вот более песочный. А при нанесении он такой становится более кремовый. Это шестой оттенок. Сатиновый, как вы видите. Вот так он выглядит на коже. Седьмой в том же самом подтоне, но чуть более светлый. Вот он. Восьмой оттенок немного в какао. Практически все они сатиновые, как вы видите. Это девятый оттенок. Нежный коричневый цвет, немного ореховый. Десятый оттенок довольно холодный. Однако на руке он не смотрится уже таким холодным, как в палетке. В принципе, приемлемый для меня, по крайней мере. Осталось два цвета. Это более светло-коричневый, такой в серый уходит под тон. Кстати, можно оформлять брови. Например, вот этим начало брови и вот этим хвостик. И черным можно делать подводку. Вот так он выглядит. Это одиннадцатый цвет. И это двенадцатый. Все цвета, как вы уже поняли, не сильно пигментированные. Для непрофессионалов это очень даже хорошо. Вы не поставите ими пятна. Я рассказывала историю создания, в принципе, Майкап Революшен. И о том, что они являются практически аналогом. Ну, по крайней мере, очень похожими продукты делают под Urban Decay. Поэтому вы можете посмотреть это все в ролике, кому интересно. В первом. Первая палетка, она такая более шиммерная, более выходная. И вот таких теней у меня как раз не хватало. Вот таких оттенков. Они у меня либо все слишком теплые, либо слишком холодные. Какие-то неподходящие для растушевки. А вот таких теней никогда не бывает много. Они очень базовые. Они имеют приятные и холодные, и теплые, и смешанные подтоны. Я считаю, очень хорошая палетка. Они действительно очень-очень бюджетные. В нашей стране их несложно заказать онлайн. Сейчас политика YouTube по отношению к блогерам немного изменена. И мне очень важны ваши отклики. Особенно ваш пальчик вверх. Пусть вас это не удивляет. Надеюсь, что вы об этом не забудете, если видео вам понравится. Я надеюсь, это видео окажется полезным для тех, кто собирается приобрести данное средство. Возможно, вы мне что-то посоветуете. Если вы использовали какой-либо из показанных сегодня в этом ролике мной средств, пожалуйста, отзовитесь, напишите свое мнение, что мне ожидать от всего этого богатства. Я благодарю вас за внимание и, конечно же, моих учеников за подарки. Дельные, нужные, как раз то, что я хотела. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете, друзья. Пока!